Вот и прошла первая презентация Apple в 2021 году WWDC. Для тех, кто ее пропустил или не было времени смотреть полную версию, сейчас быстро расскажу про обновление операционных систем и другие новинки компании. Конечно же, начнем с iOS 15. В этом обновлении компания сделала фокус на четырех вещах. Первая – связь. Теперь в FaceTime появится поддержка Spatial Audio. Звук будет исходить таким образом, как будто человек сидит рядом с вами. Также появится шумоподавление звука. Даже если рядом кто-то пылесосит, будет слышен только ваш голос. Помимо прочего, появится портретный режим, размывающий задний фон. И теперь можно поделиться разговором через ссылку даже с друзьями или коллегами, у кого нет iPhone, и участвовать в разговоре через браузер на любом другом устройстве. Для любителей музыки или фильмов, также можно будет слушать музыку в Apple Music или смотреть фильмы в Apple TV вместе через FaceTime с помощью функции SharePlay. Помимо FaceTime, такая же функция появится и в других приложениях. Уже заявили поддержку, например, Twitch и TikTok. Что касается iMessage, переработали дизайн просмотра фотографий в группе. Также, если кто-то поделился с вами ссылками из Apple Music или фотографиями iCloud, то теперь появится возможность взаимодействовать с чатами прямо из соответствующих приложений. Переработали экран уведомлений. Теперь появятся группы уведомлений из разных приложений, а не только из одного. Также, когда вы включили режим «Мне беспокоить», то ваши друзья смогут увидеть это в iMessage, и если их сообщения очень важные, то смогут вас уведомить. Помимо прочего, появятся режимы активностей. Например, в режиме работы будут переходить уведомления только от определенных приложений, и этот режим автоматически включится на всех устройствах. Время от времени система будет автоматически собирать подборки приложений, которые вы используете постоянно в определенное время, и предлагать создать из них группу активности. Также появится функция сканирования текста при фотографировании или при просмотре фотографий. Текст можно будет выделить и скопировать. К сожалению, на русском работать не будет, по крайней мере сейчас. Даже можно будет посмотреть информацию об особых объектах, типа животные, книги, растения и прочее. В общем, скопировали функцию Google Lens. Также обновили Spotlight. Теперь он анализирует еще больше информации, показывает ее более структурированно, и, например, красивые карточки об особых объектах, например, знаменитостях. Следующее – окружающий мир. В wallet появятся ключи от машины, ключи от офиса или номера от отеля. Также американцы теперь могут добавлять водительские права и паспорт в wallet. Переработали дизайн погоды. Появятся новые тематические карточки, а также виртуальная карта погоды. Температура, дожди и прочее вряд ли будет работать в России, но вдруг. Что касается Apple Maps. Появятся более детализированные 3D-карты для следующих стран. Также появятся детализированные достопримечательности и высота земли в городах. А в режиме навигатора появятся подсказки, на что обратить внимание при поворотах и в какую линию лучше встать для более эффективного пути. Несколько обновлений для AirPods. Первое – Conversation Boost. Он помогает людям с проблемами со слухом слышать голос именно того человека, с кем вы говорите. Также в AirPods улучшили функцию поиска и сделали из них почти что AirTag. Например, если кто-то с iPhone прошел мимо них, то вам придет уведомление, где они находятся. И еще в Spatial Audio теперь будет работать не только с iPhone, но и всеми устройствами Apple. Что касается iPadOS. В 15-й версии виджеты теперь можно располагать не только в левой части, но и в любой части, как на iOS. Тут же показали виджет контактов, который вырезали из 14-й версии, так что кто переживал, они вернутся. Также в iPadOS появится библиотека приложений, которую можно будет вызвать из любого места в док. Прокачали многозадачность. Теперь более удобно вызвать Split View. Вызываете менюшку в верхней части и выбираете нужный режим. А также появилась возможность сворачивать одно из приложений в этом режиме. Помимо этого, в некоторых приложениях в режиме Split View можно открывать второстепенные окна в полном режиме. А также теперь более удобно перелистывать уже готовые пресеты Split View, а также вызывать его из многозадачности. Улучшили заметки. Теперь можно добавлять теги, и они появятся в меню. На iPad, если сделать свайп из правого нижнего угла с помощью Apple Pencil, то можно будет быстро создать заметку, которая будет содержать информацию о том, откуда вы ее вызвали, например, какая-то страница в браузере. В переводчике прокачали автопереводчик. Теперь не обязательно нажимать на диалог, приложение само понимает, когда начинает говорить другой человек. Также, если выделить текст, то в контекстном меню появится возможность сделать перевод, не переходя в переводчик. Что касается конфиденциальности. Например, в почте теперь можно настраивать настройки приватности, не делиться IP-адресом или геолокацией с отправителем письма. Также появится новый отчет о том, какие приложения и сколько раз пытались использовать камеру или геолокацию, а также когда они это делали и куда отправляли информацию. Также Siri теперь сможет обрабатывать голосовые команды прямо на устройстве, не отправляя его на сервера Apple. Благодаря этому простые голосовые команды можно будет использовать без интернета. Несколько обновлений для iCloud. Важное обновление для многих людей. Например, если вы забыли пароль от iCloud, то избранные контакты смогут подтвердить вашу личность и таким образом восстановить пароль. Также появится iCloud+. Например, если вы посещаете сайт, если раньше вас легко могли отследить через трафик, то теперь трафик будет разделен таким образом, что вас невозможно будет отследить. Также можно будет скрывать email-адрес в переписке. Однако эти функции входят в платную подписку iCloud и не являются бесплатными. Что касается приложения Здоровье. Теперь появятся специальные инструменты для здравоохранительных органов, благодаря которым они могут более эффективно следить за пациентом, например, через Apple Watch, сократить бюрократию и более эффективно обмениваться информацией. Также в Здоровье появится специальный отчет, который подскажет, если у вас есть или есть шанс получить проблемы с мобильностью. Это возможно благодаря анализу ходьбы через всевозможные датчики на iPhone. Помимо этого в приложении появятся простые упражнения для зарядки. Можно будет поделиться вашими данными по здоровью с доктором, причем выбрать, чем именно поделиться, где он или она сможет посмотреть нужные ему показатели через браузер на компьютере. И данными можно будет поделиться не только с врачами, но и с близкими. И если у вашей мамы, например, будут какие-то потенциальные проблемы, то вам придет уведомление. Переходим к WatchOS 8. Прокачали приложение Дыхание с новыми анимациями и подсказками о том, как можно сосредоточиться. В приложении Сон теперь также можно отслеживать то, сколько дыхания вы делаете во сне в течение минуты. Также добавили новые варианты занятия спортом и программы в Apple Fitness+. Помимо этого появится новый циферплат, который будет показывать ваши лучшие фотографии в портретном режиме. А также прокачали сообщения. Можно легко удалять слова, совмещать фото голосом и письмом на экране и легко добавлять эмоции. Что касается управления домом. Как уже упоминалось, можно открывать электронные ключи через iPhone. Также в Apple TV можно регулировать рекомендации на основе интересов конкретных членов семьи. И еще HomePod mini можно будет объединять в пары для Apple TV. А также Apple разрешила встраивать Siri в другие устройства умного дома, откуда можно будет управлять ими прямо с конкретного устройства. И если вы управляете домом через Apple TV, то устройства автоматически объединяют группы для более удобного управления в конкретных местах. Переходим к Mac OS. Новая версия будет называться Monterey. Ранее упомянутые обновления для FaceTime или Photo также будут работать на Mac OS. Прокачали Continuity. Теперь появится универсальное управление между Mac и iPad. Ничего не включая, просто положа iPad рядом с Mac, можно перетаскивать кассор с Mac OS на iPad OS, причем все жесты управления будут работать. А также можно будет перекидывать файлы, просто перенеся их с одного устройства на другое. Причем это может работать даже не на двух устройствах, а даже больше, например, Mac, MacBook и iPad. Также появится специальный режим AirPlay на Mac. Поделиться экраном или использовать Mac в качестве колонки можно будет в два клика. Помимо прочего, на Mac OS также появятся команды, благодаря чему можно будет автоматизировать работу на Mac OS. Причем приложение Автоматор никуда не денется и они смогут работать в паре. В Safari очень сильно переработали дизайн, сделали его более компактным и чистым. Например, поисковая строка перемещается на активную вкладку. Также появилась возможность объединять вкладки в группы, которые также работают через iCloud с другими устройствами. Причем дизайн на iPadOS и macOS практически идентичны. Также переработали дизайн Safari на iOS. Поисковая строка переместится вниз и навигация станет намного проще через свайпы. А также расширения для Safari теперь универсальны между macOS, iPadOS и iOS. На самом деле обновлений намного больше, даже за два часа не о всем успели рассказать. Ждите обзоров, а основные обновления прилетят на ваше устройство уже этой осенью. Увидимся в следующих видео, всем удачи, всем пока!